А потом я что-то подумал, что мне это совершенно не нравится. Поступила туда совершенно случайно. История очень забавная. Как это примерно выглядело? Я ехал на велосипеде, пошел сюда, у меня монеты спрашивали, слушайте, ты, короче, куда поступаешь? Я говорю, ну, политех, какой факультет, я говорю, такой, там мест нет. Ну, давайте в такой, ну, окей, все. То есть таким образом я поступил. Спустя месяца два я понял, где я учусь. И месяца четыре я думаю, блин, что-то я не хочу этому учиться. И в конце концов я оказался здесь, как бы результаты видите, я стою перед вами и расскажу, что я говорю. Окей? Дальше можете записать ему ссылку, как карты добавить в друзья, и пишет сегодня вечер, как прошло, что понравилось, что не понравилось, что добавить. И номер телефона. Вот номер телефона, где-то есть, не у всех записывал, не номер телефона. Все, у меня есть номер телефона. Почему, а, ты не знай, что-то не знай. Я, ну, здесь, ну... Классно. Успели записать номер телефона? Давайте так. Да, Вадим, ну, шоу-карты, вот, не бог, не бог. О, отлично, отлично, мне нравится. Итак, чему же можно учиться на этом тренинге? Первое, это свободно общаться с людьми, с любыми людьми, совершенно любые темы. Ну, как я уже сказал в самом начале. А, вызывай чувство доверия у человека, с которым мы только что познакомились. Ну, две секунды назад, даже одну секунду надо. Окей? Замечательно. Делай приятный и самая... Сиди, пожалуйста, что ли? За печеньками. За печеньками? Да, беги за печеньками. Давай, тебе пять минут, серьезно. Мы будем вместе. Почему? Ну, смотри, это твое дело. Хочешь, возвращайся? Хочешь, ну, за печеньки, мы должны возвращаться. То есть, ты меня без причинения к ней будешь, да? Ммм. Негласное правило такое? Негласное правило. Понятно. Давай, идемте. Будем очень рады, если ты придешь. Да, да, точно. Ладно, делать приятный, самое главное, это искренние комплименты. Вот было в жизни такое, то, что вы делаете человеку приятный, как будто вы выдавливаетесь от него, вам не хочется делать, но чисто из собственной выгоды вы делаете человеку какой-то комплимент, какой-то приятный. То, какого-то, странно, у меня было бы много. Делать приятный, самое главное, искренние комплименты. Вот это тоже штука классная работа. Сдавать экзамены, вот, практически ничего я не знаю. Тоже работа. Тоже научусь. Что-то такое было, вот, кто приходил, что-то сдавал, что-то, что-то ничего, я никогда не знаю. Ну, я, наверное, не знаю. Ладно, поехали. Сразу первое упражнение. С таким говорящим обманем привет. Мне гораздо будет удобнее проводить вам тренинг, какое-то мероприятие, когда все будут знакомы между собой. Вот кто кого-то видит первый раз сегодня? Замечательно. Вот есть люди, которые видят всех, вот, первые. А сейчас ваша задача будет. Ну, короче, каждое упражнение, это будет, то есть, эффективность тренинга увеличится раз в 3-4 раза, потому что все будут друг друга знать, будет какой-то контакт, ну, и, в принципе, будет гораздо комфортнее находиться с людьми, которых вы знаете. Окей? Давайте, ваша задача сейчас поделиться на пара. В принципе, никто никого не знает, кто останется без пара. Так что давайте, кто самый быстрый, тот останется. Найдется пара, а кто-то нет. Давайте, вы оставите в краю. Да подождите, не так быстро, просто идите на пара. Дань, давай, выбирай свою девушку или больше. Правильно. Как думаете, оставите этого парня, почему без бега эти печеньки, потому что он остался без парня. Катя будет с тобой. Катя будет с тобой. Катя будет с тобой, к сожалению. Ладно. В общем, да, ваша задача познакомиться с человеком, пообщаться, узнать о нем какие-то маленькие факты, что-то, ну, и так познакомиться, в принципе, между собой со всеми. Окей? То есть вы знакомитесь, ты знакомишься с Яной, я знакомиться с Даней. Вы между собой знакомитесь, потом меня, потом субежим знакомимся с Катей. Окей? Давайте, на это упражнение у вас 2-3 минутки, ну, примерно, 2-3 минутки у человека. Окей? Поехали. Время шума. Давай, пойдем, 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 пойдем. Спасибо. 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 Давайте, может, поменяемся? У нас какая-то, знаете, быстрое свидание. Да, конечно, чтобы не мешало. Здравствуйте. 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 Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Принципы... Продолжение следует... 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 нет, есть какие-то конечно отдельные случаи но в любом случае какие-то негативные намерения они вызваны чем-то правильно? надо выяснять чем они вызваны успокоиться можно массу вариантов придумать даже вспомнить даже недавно был такой вариант когда приходил человек и с нами ругался тем, что мы его обидели но в итоге он был не прав мы с ним спокойно пообщались, все ему объяснили и он успокоился да, все верно смысл коммуникации заключается в реакции которую он называет не может быть такого-то диалога без какой-то реакции у собеседника должна быть какая-то реакция ответная на то что ты делаешь это то же самое может быть позитивная реакция может быть негативная реакция ну в любом случае реакция должна быть если ее нет, то это бессмысленно если не коммуникация, то это демагогия получается димагонги это пустые речи, пустые разговоры разговоры не о чем которые никакой пользы не приносят у меня масса таких вариантов привести к примеру я знаю, но я думаю, что это очень важно ну например, в религии я буду на пустыне и назад выходит по члену сквозь спал у него не готова ну вот, видишь, как будто не о чем а если мы с тобой обсуждали какие-то умные темы, то это была бы какая-то польза для тебя и для пожачьих есть ну да, все верно ну польза окей, хорошо когда вот эта коммуникация пришла на такую цель просто заставить меня улыбнуться поднять человека настроение он не может голосовать не будет хорошо ладно рапорт кто может сказать, что такое рапорт? так, ладно, окей хорошо я расскажу существуют сознательное доверие и бессознательное доверие что такое сознательное доверие? это когда при общении с человеком который он такой познакомился он тебе говорит слушай, ты можешь мне доверять потому-то, потому-то, потому-то и ты ему доверяешь а бессознательное доверие если когда где-то под порт до головного мозга ты понимаешь, ты доверяешь этому человеку, но почему ты не можешь объяснить то есть даже не надо никаких объяснить ты просто доверяешь этому человеку такое, например, есть вот молодые люди девушка и парень но вот они доверяют друг другу от того бессознательного доверия и все вот это называется рапорт это состояние бессознательного доверия запишем, окей и вот самое интересное, что в состоянии рапорта коммуникация проходит гораздо эффективнее общаться с человеком гораздо приятнее и гораздо комфортнее, когда вы доверяете друг другу на каком-то вот подсознательном уровне когда-нибудь такое замечаю? тоже масса масса таких примеров и есть несколько способов достижения рапорта это активное слушание я расскажу, что это такое как это активное слушание и что такое подстройка тоже расскажу что-то из этого я использую что-то из этого я не знал с этим сам знал буду внедрять в свою жизнь буду этим пользоваться записали рапорты? вот здесь картинки иллюстрация создание рапорта и дизрапорта ну, приставка здесь понятно, что рапорта приставка нет ну, вот мне кажется, здесь совершенно рапорта никакого не налажено мужчина пытается огреть свою личную лопату каждый день так делают настоящий сценарий вот вот им вообще-то лампочки вот вообще вот у них рапорт стопроцентный примерно понятно, да, в иллюстрации что такое рапорт что такое дизрапорт и так, что такое активное слушание поехали активное слушание или как один пункт а это микро кивки замечание такое то, что вы когда с человеком общаетесь и он вот кивает вот так вот какая-то сейчас бывает такое и вот есть два варианта когда человек это реально просто подсознательно так делает и ему реально интересно он такой да, да, да еще еще немного больше информации можно создавать микро к своему на сознательном уровне и тогда человек будет тебе больше доверять просто на подсознательном уровне то есть будет состояние работы это это перефразировка высказываний собеседников доп scholars допустим вот скажи что ты мне рассказывала в кустыне в ямпе динозавр ходит по воде я такой слушай динозавр ходит по воде тебя реально интересуют ты понятное перефразировка или тоже самое человек говорит я волнуюсь за жизнь марсианом и он такой тебя реально интересуют отношениями и марсианы перефразироваться празы и показывать человеку, что вы интересуетесь тем, что вам интересно и сам начинает понятно? дальше утешняющий вопрос вообще, что вы обсуждаете кто-нибудь так делал? к примеру приводить надо? да класс кто-нибудь обсуждаете? да не знаю опыты то есть что-то, что-то я вам рассказывал какой-то хорошо продолжаю не нравится кто-нибудь из своих руководителей общался? кто-нибудь так делал? да не было такого никогда? сам так делал честно говоря, когда общаюсь с человеком он такой да нет в общем если хотите наладить с человеком какой-то контакт зайти в состояние аэропорта вот можете использовать эти вещи есть еще приоткрутый рот не было такого? у меня сам начинается подойдите на Дмитрия поэтому явно интересно и штука, про которую я не знаю это подача корпуса вперед то есть когда общаешь с человеком ему подойдет я никогда этого не замечал, когда я с кем-то общался тогда я с кем-то общался ну и буду использовать это посмотрим, что из этого выйдет да, подача вперед можно активная подача вперед можно немножечко вперед ну вот так пойдет записали? вопросы? все понятно? а еще было ванна хотя нет вот так вот было наклоны вперед да классно записали? записали? что-то быстро вопрос у меня нет здорово отлично 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 ладно, перерывчик будем делать, ребят? и сразу дальше воедем дальше воедем да, и давай приходим кто знает этого классного парня? кто это? Витя, какой национальный парень расчет эмоций у кого хорошее зрение? у кого хорошее зрение? у меня спасибо тебе ладно подстройка есть подстройка по позе? то есть тебе человек рассказывают вот в таком, допустим, положении вот он стоит и рассказывает тебе ты занимаешь ну, как бы зеркально отражаешь его позу ты стоишь так же или, допустим, в руки в горке он там встал да, да, да иди перед ним понятно, да? то есть когда человек видит что-то вы немножко зеркально отражаете он сознательно начинает вам доверять ладно, дальше по жестам и мимике то есть вы ведете с человеком диалог и он там жестикулирует реализирует все это делает и вы когда бьет диалог приносит свои фразы общаетесь с ним сделает то же самое я люблю очень жестикулирует в руках замечаю то, что люди со мной делают и начинают общаться точно так же никто не замечал? просто в будущее потом обращать на это внимание по характерным речевым оборотам вот это сто процентов я вот если вы этого не замечали то очень странные люди глава такой то, что когда вы начинаете общаться с человеком начинаете говорить его фразами слава богу вы не роботы боже мой, а то есть по характеристическим оборотам ну например я даже скажу нет, я не буду говорить просто это не задуманная лексика но в общем я начинаю немножечко тропировать Афган Андреевича это замечаю очень сильно ну или например Дима вот у Димы приветики сейчас весь офис говорит приветики все общаются с Димой все любят Диму и все говорят приветики Дим по голосу тембер, скорость, интонация замечали что тоже такое начинает происходить? продолжать либо говорить быстрее либо говорить медленно он начинает подстраивать человека это 2 варианта либо вы подстраивайтесь на осознательном уровне либо на подсознательном происходит само собой у меня это происходит у меня это происходит оно само собой Что я начинаю копировать, что я... Подыхай. Слушайте, это, короче, работает только в постели. В отстройке подыхания. Так. Привычай. Так, ладно, упражнение зеркала. Сам не вернулся наш друг. Ну ладно, ничего страшного. После упражнения вы, внимание, охренелицы. Прям вообще. Ладно, в чем будет заключаться смысл упражнения? Вам нужно опять поделиться по парам. Желательно вот... Давайте, Даня забирает Катю обратно. Так, а вы девчонки делитесь как-нибудь сами сейчас. Быстрее. Ну, меньше всего, что ты без пара. Будешь со мной, ладно? Будешь со мной. Что дальше? Вам нужно будет пообщаться на любую тему, но использовать все то же самое, что я сейчас рассказал. То есть подстройку. Да. И наладить рапорт. Окей. Давайте, может быть, я открою то, что... А, у вас у всех все записано? Еще раз прочитайте. То есть это что у нас идет? По ходе, по жестам, мимике, по характерным ночевым оборотам, по голосу, по дыханию. Все это происходит через какой-то период времени. Сразу так делать нельзя. Вот это можно все, что я рассказал активно слушать. Можно сделать прямо сейчас. Будем использовать это прямо сейчас. То есть микрокирки, да, будете поддакивать. Будем использовать междомельцы, да, интересно, продолжаем. Ну, понятно, да? Я оставлю этот слайд здесь, чтобы можно было посмотреть. Например, для меня, у кого-то это все есть тетрадочки. Сейчас делимся по паре, мы просто будем общаться, окей? Пойдем ко мне сюда. Поначалу, поначалу это будет немножечко стремно. Серьезно. Но потом мы просто вольете его вкус и будет классно. Хорошо. Чувак? Ты же ее забирал? Не, сейчас я Ксюшу забрал себе. Все, я с ним хотел. Я уже не общался с ним. Не общался. Общайся. Не-не-не-не, в смысле... Еще с тем, с кем не упражнялись. Упражняйся. Да, слава. Все, упражняйся с ним. Хотите, можете немножко по залу распределить, чтобы не рядышком сидеть? Кому-то комфортно, а не комфортно будет. Время – с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем. А вот здесь замечательно. Продолжение следует... 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 Это самая специальная, скорее всего, и... А что-нибудь правильно, да? Ну, типа голова, прям, да... А голова, ну, это, возможно, из-за позы, как бы, да, что... То есть, непонятно, да? Ты отлично скрываешься, хорошо? По голову, разумеется, локтише говорить. Да? Да. Ну, вот, видишь, ты типа говоришь, да? Да, хорошо. Ну, давай, Ксюша, с тобой. Да, ну, опять-таки, я подзиму просто, я не знаю всё, а ты сама не замечаю, да? Зачем? Ну, всё не получается. Под сознательным уровнем. Ну, я говорю, теперь, то есть, получается два варианта. Это можно совершать на сознательном уровне, тем самым, науковая рапорт с человеком, как вы видите, привлекаясь им в доверие. А можно делать это под сознательным уровнем, просто потому, что ты начинаешь завязывать. Угу. Ладно. Вот сейчас расскажу очень сильную, очень крутую штуку в логическом уровне восприятия. Это одна из тем НЛП. Что такое НЛП знаем? Что это? Нейронно-югустическое программирование. Нейронно-югустическое программирование. Кто первый раз слышал? Поднимите руку. Про НЛП. Кто вообще в первый раз слышал вот три эти буквы, а гравиатуру НЛП? ОК. Что-то как расшифровывается, но ты знаете? Нейронно-югустическое программирование. Это что такое? То есть это программирование с помощью речи на... В голове. Угу. Понятно. То есть нейронно-это то, что у тебя в голове. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕ ЯЗЫКЕ Но программирование с помощью речи на что такое программирование. И это вот одна из тем НЛП. Это такая пирамидность. Интересуем себя. В этом месте, в принципе, немного надо. ОК. Но главное, чтобы всё вместилось, что здесь написано. То есть здесь изображены лингвистические уровни восприятия. То есть начиная снизу и наверх. Чем ниже, тем, соответственно, уровень больше и восприятие такое, грубо говоря, минимальное. То есть начинаем с окружения. Есть люди, на которых окружение сильно влияет, но оно не сильно цепляет. Допустим, если мне скажут, о, Вадим, какая-то херня, мне будет до лампочки. Или если мне скажут, слушай, Вадим, классно получилось, мне тоже будет это, ну, как бы, не сильный колышек. Я, допустим, что-то сделал. Если мне скажут окружение. А дальше идёт твоё поведение. Окружение – то, что тебя окружают, соответственно, люди, окружающая среда, как ты живёшь, во что одеваешься. Поведение – это то, что ты, ну, как ты себя ведёшь, несложно догадаться. Дальше идёт способности – то, что ты умеешь делать и как ты умеешь делать. Как ты апеллируешь тем или иным. Ценности и убеждения. Там уже такой более высокий уровень пошёл. Это такие в голове у вас убеждения. Примерно, представляешь, что такое убеждение? И ценности в голове. К примеру, ценности и убеждения. Ну, у меня там ценности – семья, убеждения. Ну, допустим, да, семья в главной жизни. Это может быть уже неправильно, у кого-то может быть убеждение неправильно. Ну, то есть, как бы, с ней можно работать. Побыл у Дима на тренинге, там всё это рассказывалось. Личность – это личность, то есть личностное развитие. Как ты себя чувствуешь в голове и кем ты являешься. И миссия – это какая-то глобальная, главная цель в жизни. Понятно, да? Я просто думала, это миссии. Это не только миссии. Это только только я, а потом и с ответом миссии. Я же уверена, что здесь такое миссия. А, ну, в общем, это миссия. Я потом исправлю. И что можно делать с помощью этой штуки? Допустим, я могу сказать… Ну, вот я приведу пример, который мне рассказывали. Катя, отлично выглядишь. Всё. А могу сказать… Катя, ты отлично выглядишь. Ты умеешь подбирать одежду. Я думаю, ты ждут тебя с лучшей стороны. То есть информация воспринимается совершенно по-другому. А если, допустим, где какой-то сделал дизайнер одежды, это было примерно вот так вот. Слушай… Слушай… Евлампия. Допустим, у нас будет девочка с мужской юридией. Ты сегодня отлично выглядишь. У тебя явно талант в плане подборки одежды. Это хорошо влияет на тебя, на других ребят. Я думаю, что ты сможешь надеть весь мир и изменить вообще индустрию моды. Понятно, да? И человек воспринимает информацию совершенно по-другому. Если я скажу, ты отлично выглядишь, да? Что это делает? Это мне никак не повлияет. А если я скажу, ты изменишь индустрию моды. Совершенно по-другому. Понятно, да? И так же можно делать со всеми людьми. Любому человеку, которому ты не подойдёшь, ты можешь начать ему делать… Это вот для комплиментов очень хорошо. Ты можешь пробежаться по всем уровням. И это врежется ему подкорку очень сильно. А может остановиться на каком-нибудь одном из уровней. И это будет ему до лампочки. Он забудет через 15-15 минут через полчаса. Понятно, да? На самом деле ещё много можно чего делать с этой штукой. Я вам рассказывать не буду. Потому что это будет сложно. Но когда яхта-то мне рассказывали, это было для меня очень сложно. Это было на встрече группы. Кто-то был, кто-то не был. Там вообще был клик. Пока что остановимся просто на этом. С помощью комплиментов. Как использовать эту штуку в комплиментах? Записали, перерисовали. Окей. Хорошо. То есть и, соответственно, сейчас сразу будем применять на практике. В принципе, останешься на тех же… с теми же парами. С тем же, с кем были до этого людей. И после упражнения станете лучше играться в людях. Поймёте, насколько хорошо вы уже в Браде люди. Не думаю, что вы прям сразу же поймёте. Но выйдя на улицу и используя информацию сегодня, завтра. Допустим, прийти домой и сделать маме комплимент вот такой же системе. Или завтра пообщаться с друзьями и похвалить их за что-то, что они сделали для вас или для кого-то в этой системе. Совершенно по-другому уже будете себя чувствовать по голове и ребятам буквально. Понятно. Это сильно начинает меня отличаться. Дальше. Научься делать красивые и искренние комплименты. То есть комплимент можно сделать в любом случае. Но он будет искренний. Угу. Ладно. Сейчас, в принципе, особо денег. Хотя нет, давайте тоже рассядемся. Ну, как бы, если хотите, можете остаться на местах. Если нет, то можете сесть обратно. Ну да, да. И кто-то смущается, а тот решил что-то. Ладно, выполнение. Так же разбиваемся и разбираемся. Разбиваемся на парк. А, хотя нет, столб. Даже не обязательно. Мы будем просто описывать собеседника. Мы не будем делать комплимент ему в любом случае. Просто все распишем. Угу. В конце самые смелые, человека два-три, выйдут и прочитают то, что они сделают. Что написали. Хорошо? На этом будет примерно 3-5 минут. Хватит? Угу. 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 Просто представь, что ты хочешь делать человеку комплиментом. Ты все это напишешь. Там будет дальше подсказочка. Долбопись. Напишешь. Напишешь. Допустим. Что тебе нравится в окружении человека. Внешние надежды, фигуры. То есть, первый уровень окружения. Дальше проведение человеческой способности. То есть, они будут прибегаться по всем уровням. И теперь в самом конце концов будет открыть красивый комплимент, грубо говоря. Понятно? Да. Это будет просто подсказочка. Ну, то есть, выполнение. Рассказал. Используя подготовленный материал. Сделать человеку комплимент, затрагивающий все они в сторону. Он просто выйдет и все это прочитает. Угу. Самый смелый. Сюшка. Посмотрим, кто из вас самый смелый. Ладно. Давайте прочитать много комплиментов пока нет. Комплимент был затрагивать одну тематику. То есть, допустим, как я рассказывал, внешний вид. Тебе видно? Да. Ну, сейчас замечательно. Давайте 3-5 минут. А, 6, а, 7, и их СРС. Ладно, послушаем немножечко. Тишеверский. Ну, не по включению. Ау. Ау. СРС больше не можетеrak 정в穿и. Правильная система Вам на riktку. Хаicano. Краса. ... Прольный смесецasten имеет daar. Прикольный смесец. Эти раат, а э ди Nest EnPower А. Земля. Эти раатight, ищите? Перц elo. Нcies banget. Есть? Рига для вариха. Орк. Продолжение следует... 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 Ну, я пока что не вижу тебя в семье, в стране, в семье. В смысле, что ты делала? Все нормально. Вообще, внимание надо дать только ты и я. Все. Окей. Вот. Значит, как бы я тебя назвала? Как я тебя вижу? Ну, допустим, я не знаю, кто ты, я знаю тебя, но не знаю, как ты делаешь. Я представляю себе такого бигера, знаешь, вот с джеком с косяком, у которого в гардеробе это бюджет. Ну, в общем, носишь бюджет. Ну, одновременно с этим идем всегда как-то. Ну, в общем, не все, мне кажется. Нет, нет. Хм, 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 хм. Хм, хм, хм. Хороших людей. А, спасибо, я понял. Значит, что ты делаешь? Ты веселишься, вытащишься. Понимаешься. Ну, это как бы взорвало, наверное, цифр, что... Суббар, суббар. Я знаю, у тебя это хорошо получается. Смысл жизни. Саморазвитие, личностный голос. И дальше очень хорошо выражаться. В смысле будет тебе на этом заниматься. И ты достаточно много высот, если будешь применять все свои навыки общения в реальный. В общем, применять в реальный. Да. Ты должен выходить с иномиром, что ты с высотой. Ни в коем случае не закрываться. И просто взорвать всех своему баянию. Это был мой первый тренинг, где меня назвали публично ниггером. По-моему, это уже успех. Я удивился, что не было дорожки. Все дорожки. Спасибо. Все красиво, все пожалуйста. Так, давайте так. У кого-нибудь вопросы остались? Знаю, что остались. Давайте смелее, пожалуйста. Парин, у тебя точно был вопрос какой-то в любом случае. Каждый уровень связан со следующим, так или иначе. Понимаешь? Да. То есть, начиная с самого низкого уровня, мы поднимаемся все выше, все более глубже, да, определяясь в доверие и как-то цепляя человека вот тем, что ты говоришь. Понимаешь? То есть, зацепить человека здесь, ну, совершенно не зацепит. А зацепить человека здесь, можно произвести одно слово, его это зацепит, если оно будет относиться вот к этому уже. Понятно, да? То есть, итак, мы поднимаемся снизу наверх и цепляя человека в помощь. Понятно? Угу. У кого-нибудь еще какие-то вопросы может быть? Окей, хорошо. Моя миссия уморить весь мир. Узорвать весь мир? А ладно, ладно. Так, ладно. Задание на закрепление навыков. Если честно признаюсь, я забыл, что нам будет. А, нет, я забыл. В общем, все записано. То есть, активное общение, второй способ подстроек и налаживания работы, да. Все это используется в течение недели на своих родителях, на знакомых, даже на руководителях, вообще на всех. Ага. А даже будет, не знаю, есть такое? Нет вот такого. Закоммуницироваться с человеком на улице и совершенно незнакомым человеком. Угу. И желательно в течение недели будут мне написать и рассказать вообще какие ощущения, какие впечатления, какие эмоции у вас были при этом. А? То есть, на протяжении недели применяется знание о коммуникации, получено на тренинге. То есть, на работе, на учебе, дома, при общении с друзьями. Ага. Дальше. Написать свой социально-психологический портрет по психологическим уровням. Свой. То есть, каждый приходит домой и напишет, расскажет о своем окружении, распишет. Потом распишет о своем поведении. О том, о всех его способностях и так далее. Понятно? В конце концов, это дает от того, что вы можете поставить свою глобальную цену на все время. Угу. То есть, это можно сделать и с каким-то со своим знакомым. Ну, то есть, человек, который вы знаете. Давайте так. Один человек, это будет ваш знакомый, с которым будет вот. А с одним человеком познакомиться, используя все знания коммуникации, которые я сегодня вам рассказал. И в дальнейшем сделать ему комплимент, используя все логические уровни. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, сам я этого не делал. Я даже сам попробую это сделать. Угу. Так. Ладно. Окей. Хорошо. Так. Важно. Чтобы все это использовать, нужно все перечитать. Есть вопросы какие-то все-таки остались. Даже вот если они были давно. Лучше сейчас будут их задать. Хорошо? Рекомендуемые тренинги. Это техники профессиональных продаж. Он будет следующий. Скорее всего. Да. Тема. 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 Подпоряд, да, все идут? Ну, то есть, он будет также в среду, в это же время. А кто вести? Честно, еще не знаю. Но в любом случае посетить надо. Потому что расскажут много фишек. А также будут затронуты какие-то моменты из того, что рассказывал я. И продажи очень хорошо. Будут много всех писать. Бизнес-тренинг писать обязательно. Он будет в четверг. Он будет завтра. Артем. Кто будет вести 30 лет? Будет вести Светлана Князева. Вот эта прекрасная девушка. Оказывается. Она... Ну, что я могу сказать про Свету? Она строгая, но справедливая. Она будет рассказать, как она строила карьеру здесь. По системе Эктивсет-групп. Что у нее было до этого. И каких результатов она достигла сейчас. Поделится всеми своими знаниями, своим опытом и так же своими фишечками. В общем, будет интересно. Она мне проводила собеседование. Я... Ну, я рад, что провела собеседование именно она. Я был у нее на миссис-тренинге. Ну, в общем, я сидел вот так вот. С открытым ртом и с головой ногой. Ага. Дальше встреча группы у каждого своя. Каждый знает, когда что. И вот это самое интересное. Школа ораторского мастерства. Доступна вам, не доступна. А, нет. Кому-то доступна, кому-то нет. Ликтор Таро. Поэтому, что я вам говорю. Давайте расти по карьере. Делаем норму. Переходим в лидерский состав. Идем вместе с нами на школу ораторского мастерства. Очень круто. Я очень жду, куда начнется. Скоро начнется. Поэтому давайте скорее все делаем и идем вместе к нам. Ага. Литература. Давайте перепишем, чтобы почитать. Давайте так сделаем. Кто читать любит, и кто читает, записываем. Кто не уверен, что не почитает, просто не тратит чернилой ручкой. Первое. Это язык телодвижений. Авантис. Я сразу скажу честно. Я не прочитал. Я не читал. Дальше вторая книжка. Это НЛП. Полное практическое руководство. Это то, что я собираюсь прочитать. Если мне интересно. Я недавно буквально узнал про НЛП. Я подробно узнал. Познакомился с этим. Я знал, что такое НЛП. Что существует. НЛП. Что это такое. Управление людьми. Манипуляция. Что-то такое. Но подробно не знал. Недавно узнал. Как мне стало интересно. Я прочитаю. Как завоевывают друзей. И оказывают влияние на людей. Белл Корнеги. То есть. Все книги. Они между собой связаны. Тематика одна и та же. Будет здорово, если прочитаете все. Будет здорово, если прочитаете хотя бы одну. Ну, будет здорово, если не прочитаете ни одной. Дело ваше, собственно. Никто не заставляет. Ага. Ну и дальше. Немножко подрезюмируем. Искусство эффективного общения. То, что я вам сразу сказал. Навык эффективного общения. Эффективной коммуникации. Очень полезен в любой сфере. И его может развить и талант любой человек. Буквально любой. Понятно? Дальше. Создание раппорта с беседником. Это залог успешной коммуникации. То есть. Создаем раппорт. С помощью способа, который мы рассказывали. Активное слушание. И активное слушание. Да. Молажем раппорт человеком. Вот. Активное слушание. Постройка основных инструментов для создания раппорта. Или я не знаю. И чем дальше, тем больше. То есть. Навыки свои развиваем. Скилл качаем. И в дальнейшем все будет очень здорово. Последнее. Любой человек имеет свой интегральный социальный психологический потребитель. Это собственно то же самое, что вы должны сделать по домашнему рассказалу. Прописать свой личный социальный психологический потребитель. По всем логическому уровню. Снизу наверху. Ага. Да. Делаю комплименты. Мы не только дарим чувство радости и уверенность в себе. Мы всем получаем такое удовольствие. Лично мне приятно доставлять человеку удовольствие. То есть. Делать ему комплименты. Ну и. Кому интереснее потом подпишите по общению. Собственно. Все. Я закончил. Можете похлопать. Никому она понравилась. Мышленный класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте напишем в конце. Кто-то без книжки, кто-то без книжки. Мастерский. Это был пятый даже? Да. В общем ставим дату. Имя ведущего. Матвеев Вадим. Можно просто Вадим. Можно просто Вадимка. Подходим ко мне. Хорошо, дату шестой. Ставим все пятерки. Подходим ко мне и я ставлю подпись. Уячеслав. У ninth рабочий. Всё-сюда. У scariest». Пошли. Нетals человека. Ну можно просто Кёсдах или же этоFT In Frei? Давай. Приходим сюда нанимом. Хорошо, как продадутся. Угород в сп viewersелях. 7 сентября 2016